привет друзья с вами алекс из бельгии сегодня мы продолжим прогулку по историческому антверпену в антверпене даже здание вокзала является архитектурной жемчужиной оно появляется почти во всех списках самых красивых железнодорожных станций в мире главная улица квартала зуренберг когилсоселье вероятно менее известна но при этом она является абсолютным мастси для любителей архитектуры вы увидите потрясающее сочетание модерна юген стиля и неоклассицизма страшно даже подумать что город собирался снести эти старомодные здания в 1960-х годах до хранит двух групп и художников которые купили дома и спасли район от сноса у антверпена долгие и прекрасные отношения с искусством и художниками самый великий из них питер пауль рубинс знаменитый гений барокко писал в антверпене дышал этим городом вы можете полюбоваться его картинами по всему антверпену но самые известные из них хранятся в доме музея рубинса это здание 1611 года спасенное от разрушения в 1937 году было домом и мастерской художника антверпен стал синонимом моды за последние 25 лет в городе на шельде появилось много модных брендов и независимых дизайнеров если вы любите ходить по магазинам и первым узнавать о последних тенденциях то этот город для вас бельгийский мир изменился с появлением модельеров и авангардистов 1986 году вальтер ван берендонка анди мельмейстер дирк вансайн дирк беккембергс дрис ваннотин и марина и решили объединять свои силы и представить свою совместную коллекцию на лондонской неделе моды из-за их труднопроизносимых имен британский журналист моды окрестила их антверпенской шестеркой это быстро привлекло внимание международной прессы и покупателей в следующем году в лондоне они также были удостоены повышенного внимания в результате антверпенская шестерка стала закупать модные ткани в антверпене открыла шейрумы и приглашала международных покупателей посмотреть на коллекции лета 1988 года таким образом антверпен стал важным местом на международной сцене моды у некоторых из антверпенской шестерки включая дриса ванна тена и анди мельмейстер по-прежнему есть собственные бутики в антверпене антверпен получил еще одно признание в 2002 году с открытием музея моды здесь вы найдете много увлекательных выставок в которых предметы из постоянной коллекции дополнены заимствованными работами в том же здании находится отделение моды королевской академии изящных искусств а также института моды фландрии книжный магазин о 1 это ну и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok